здравствуйте друзья добрый вечер понедельник 3 апреля с утра ехал я на работу и рассказывал вам что вот сегодня начинается прием заявок на визу рабочим h1b и говорил о том что вот как-то ожидалось что какие-то меры будут приняты но вот чтобы процесс так упорядочить вот но и как-то ничего такого нет а я специально перед тем как поехать посмотрел чего пишут и ничего не писали на эту тему вот не было а пока лишь до работы доехал и может быть там сколько-то времени провел стали появляться значит сообщение о том что какие-то все-таки там шаги значит предприняты по усугублению так сказать но вот как бы сказать там люди которые читали это все значит ну то что там пишут в прессе они мне тревожно там год вот теперь значит программисту будет почти невозможно получить рабочую визу потому что какие-то гонения такие то есть не абсолютно запретительные но как бы усложняющие существенно жизнь программиста я хочу сказать что я не воспринимаю это так как это восприняли люди которые читают потому что я не знаю вам говорил или нет но за за то время что я являюсь руководителем компании я сделал какое-то количество рабочих виз и даже два десятка из семей получили грин карту из тех кто у нас работали это давно было но тем не менее значит и даже сейчас там эпизодически мы за последний раз я делал и чван бита может быть четыре года назад но не суть история вот какая значит вот я значит руководитель компании я хочу нанять людей на рабочую визу желающих у меня больше чем достаточно и я начинаю с ними ну как бы так сеть торговлю такую некоторую я буду сколько платить человеку и смотрю на привыкли да то есть вот как бы сказать превалирующую зарплату в том месте где находится мой моё моя организация вот в данном случае в санта-клара каунте это пока он на уровне каунте происходит ну и вот мне говорят что ну адвокат иммиграционные который со мной работает я могу послушать вот у меня есть люди которые готовы там скажем получать ну не знаю ну там 1080 например да уже есть желающие сколько я могу платить вот адвокат говорит ну ты знаешь 80 тысяч вот такой категории нету но есть категория компьютер программы которая там допустим 85000 а следующая за ней идет категория software инженер и software инженер это уже там не 85 а допустим 104 и я говорю ну давай оформлять как компьютер программа тогда потому что если если мне оформят человека как software инженер то меньше чем эти 104 я уже и платить не могу если он компьютер программа я могу платить и 100 и 120 150 но понимаете значит особенности консалтинг это делает и консалтинг еще не знает сегодня за какие деньги он может человека перепродать если компания берет для себя и берет квалифицированно то господи кто какие там 85 там и 120 150 и 170 и 200 платит но консалтинге а любимая доля этого всего идет именно через консалтинге они боятся они объективно боятся потому что у них постоянно находятся люди которых нельзя отдать за ну какую такую цену которая в коммерческом плане имеет какое-то значение и вот ну то есть имеет смысл это дело и вот они подают заявку на человека по специальности компьютер программа вместо того чтобы подавать например на software инженер и вот гонение которые сейчас пошли вот я так это понимаю черт я я там в органах не сижу я эти бумажки не сочиняю но я хорошо знаю разницу между компьютер программа и software инженер со стороны компании которая подает заявочку то так вот разница очень кардинально именно вот в этом привейлинг вейч то есть то обязательство которое компания на себя берет еще толком не зная ничего пойдет не пойдет получится не получится какие будут деньги какой будет рынок то есть вот рынок перепродажи рынок вот этого бодишопинга вот вот мы об этом сейчас говорю таким образом удар по категории компьютер программа это не удар по людям которые программируют это удар по занижению их зарплат так и по выдаванию software инженеров до за компьютер программиров на компьютер программиров и раньше вот я могу вам сказать что сколько я помню себя в этом процессе значит всегда но последнее время все больше и больше и больше это не новая тенденция процент шло такое усугубление то есть говорили объясни вот почему этот компьютер программа почему вот ты считаешь что он будет выполнять вот такую такую работу которая реально требует высшего образования которое реально требует там чего-то шла какая-то переписка сбор там какой дополнительной информации то есть я хочу сказать что компьютер программора взять и раньше было совсем не так не так просто как например software инженер но всегда когда все это дело начинается инициация ты должен объяснить какие задачи будет решать этот человек и они должны быть достаточно сложными для того чтобы имело смысл привозить иностранца и вот было время я я сам это делал поэтому я могу вам сказать что это было например можно было получить рабочую визу скажем 20 лет назад 18 лет назад девятнадцать вот 17 можно было получить рабочую визу на этом software quality assurance инженера но не тестера вот так прям тестер а software quality software инженер можно было сделать визу и вот мы делали несколько раз делали для наших выпускников выпускников то есть у нас были ребята которые по образованию подходили и пока они учились мы там делали эту визу происходило это все но буквально за пару-тройку недель ну было такое время понимаете не сейчас в течение всего года эти визы были раз там пару недель пошел там значит пожалуйста и а мы потом грин карты еще вот этим же людям мы потом грин карты делали вот кое-кто из них сейчас пишет на нашем канале вот я вижу их там комментарии уже сколько 20 лет уже работаю так вот можно было тестером вы и сейчас можете увидеть человека который тестирует программное обеспечение и его привозят по визе h1b но его не называют в этом аппликейшн его не называют quality assurance инженером его называют там программаром его называют может быть software инженером а задачи которые он решает это задачи там по тестированию чего-нибудь ну конечно почему нет программисты очень часто тестировать и зарплата у него может быть очень-очень соответствующим то есть скажем вот у нас тут в кремниевой долине бы не удивить и никого там тестером который получает там я не знаю 140 тысяч там который пишет какую-то автоматизацию я уже не говорю про тех которые менеджеры там и директора которые получают и там поступить 10 по 170 такие тоже есть но но просто те чисто технические люди не административно и если такого человека захотят привести по визе рабочий то ему нельзя написать в этом вот лейбор сертификате что он там софтворки инженер или там тесты там еще инженер ему напишут там software инженер все зарплата 140 нормально поэтому я хочу как бы успокоить тех кто разволновался еще раз из моего окна вот я успокаиваю я я не знаю из какого окна вот эти люди там но про software инженеров ничего не было сказано было сказано именно про компьютер программаров и это понятно что там происходит с компьютер программами происходит злоупотребление особенно эти злоупотребление происходит со стороны консалтеров дальше там начинается сказали что он будет инспекции там делать на местах там есть очень крупные там конторы которые много народа привозят там и вот что будут там ходить смотреть где там у них эти консалтинги сидят и так далее. Там еще есть еще одна такая фишечка для снижения зарплаты. Значит, что они делают? Допустим, у вас компания такая более-менее раскрученная, консалтинговая, и у вас есть отделение, но если не в 50 штатах, ну, допустим, в 15, из этих 15 штатов есть один, но уже такой дешевенький, но что-то я уже не знаю там что, но вот какой-то очень сельский штат. И у вас есть офис там в этом сельском штате, и вы, когда лейбор сертификат делаете на человека, вы говорите, он у меня будет работать вот в этом офисе, вот в этом, там, я не знаю, посреди полей, там в Канзасе где-то, ну, или там, я не знаю, в Вермонте, не в Вермонте, в Вайоминге каком-то. И, соответственно, у него превейлингвейдж не там 95 тысяч, как в Кремниевой долине, где он реально работает на проекте. А, например, 62 или там даже 48, ну, потому что там вот где, вот там, вот там, вот там, на эти деньги можно жить гораздо лучше, чем здесь на 250 в Кремниевой долине. Вот, и дальше они привозят их вот на тот адрес, а реально по контрактам их раскидывают, значит, по другим. И это тоже одна из форм занижения зарплаты, как бы, вот такого, ну, мошенничества, так если прямо говорите, такое сознательное мошенничество. Они заранее так делают, они понимают, для чего они это делают. Вот, и в этом смысле, я думаю, инспекции должны помочь. Так, говорят, где у вас там этот человек? А он у нас там сейчас в Санта-Кларе. Говорит, а как же он в Санта-Кларе, если у него, значит, лейбер-сертификат вот по этой аккаунте? Ну-ка, давайте, вот сейчас мы его переоформляем на Санта-Клару. Ничего страшного нет, если он в Санта-Кларе. У вас может не быть офисов в Санта-Кларе, но если вы послали туда на проект, и протяженность его там пребывания превышает, я боюсь собрать, сколько там было, там, три месяца, месяц, не помню. Вот, мы должны поменять ему в лейбер-сертификате это дело, и платить больше денег. То есть, мое понимание со стороны, да, со стороны, такое, что вот те меры, которые там предприняты, вот надо так понимать. Я бы их так понимал. Вот, ну а дальше посмотрим. Наверное, прямо вот на уровне каких-то таких базовых инструкций, которые, они фактически в первый день, понимаете, там кое-чего в пятницу уже там сказали, но сегодня, в понедельник, несколько там, как бы, важных изменений было объявлено. То есть, они не стали это делать за неделю, они не стали это делать там за две недели, они это сделали прямо в первый день, практически. Ну, то есть, кое-что, кое-что в пятницу, а остальное прямо вот в понедельник, в тот день, когда уже бумаги пошли. И те, кто подал на компьютер программоры, они уже фактически, ну, как бы в проигрыше. То есть, что получится, ну, там какая-то лотерея будет, да, тоже опять начнется лотерея. Но, как сказать, они уже в проигрыше в том смысле, что даже если они выиграют в лотерею, им придется потом объяснять там, доказывать, и многим поотказывают. И если вы внимательно почитаете вот эту всю информацию, которая говорит о том, что там произошло, они пишут, там было число такое, я по памяти цитирую, но, насколько я помню, там было сказано, что из этих 85 тысяч рабочих виз 13 тысяч это компьютер программорс. Если вы задумаетесь о том, какое количество реально там программистов из этих 85 тысяч, там, может быть, их 72. Но в данном случае речь идет не о тех, кто программирует, а тех, кто числится компьютер программой. То есть вот эти 13 тысяч, это фактически люди, которых, ну, так поменьше, подешевле, там, в конце концов, если он устроился на проект какой-то, можно с него больше брать, ты не обязан ему больше протить, там, и так далее. Хотя мы знаем, что рабочая виза человека не закабаляет, он может легко переброситься к другому нанимателю с этой рабочей визой, получать существенно больше уже через месяц, там, буквально, там, вот. То есть рабства тут нет. Ну, вот, как бы такая история. Так что я хочу сказать, что если кто-то напугался, то, ребята, не пугайтесь, все это неплохо. Видимо, более сложная какая-то реформа на уровне, там, аукциона, кто больше заплатит и так далее. Наверное, это все на подходе. И трудно было так вот административно все это решить на ходу, и даже за две недели, за три, и даже за месяц. Поэтому я думаю, что превентивно они очень, очень неплохо, очень неплохо к этому подошли. То есть какой-то шаг уже сделан, а по-настоящему уже так, как надо. Ну, вот пусть Конгресс, там, у них масса законопроектов там болтается на эту тему. Пусть они уже сделают, и к следующему году будет просто, так сказать, совершенно замечательно. Будем надеяться, что так и произойдет. Счастливо! Счастливо!